здравствуйте друзья рады вас приветствовать на нашем канале творческая семья всем привет хочу вам сегодня предложить связать вместе со мной вот такую красивую шаль чтобы нам удобнее было бы вязать вот я нарисовала такую схему для начала мы должны связать цепочку из 11 воздушных петель теперь мы соединимся в кольцо столбиками с двумя накидами в первую петлю разворачиваемся набираем 11 воздушных петель и соединяемся парочку столбиком без накида набираем цепочку из 7 воздушных петель завершаем край столбиком двумя накидами четвертую петлю чтобы лучше видно было бы где эта четвертая петля немножко надо развернуть чтобы видно было бы косички тогда мы быстро найдем четвертую петлю провязываем столбик с двумя накидами разворачиваемся два ряда связали вяжем третий ряд набираем цепочку из 11 воздушных петель зацепляемся за первая ручка столбиком без накида набираем 7 воздушных петель зацепляемся за эту ручку столбиком без накида набираем 7 воздушных петель и завершаем край столбиком двумя накидами в четвертую петлю разворачиваем здесь выходим четвертую петлю и провязываем столбик двумя накидами разворачиваемся мы провязали 3 ряда на что я хочу обратить внимание все наши ряды мы будем начинать из цепочки из 11 петель это будет 4 петли подъема и 7 для арочки и все ряды мы будем завершать цепочкой из 7 воздушных петель и столбиком двумя накидами это не будет меняться надо уже запомнить теперь мы будем вязать наш рисунок веерок вот этот ряд 4 теперь мы будем вязать 4 ряд и сюда мы уже будем вязать наш первый веер набираем цепочку из 11 воздушных петель зацепляемся за первую арочку столбиком без накида и во вторую арочку мы уже будем вязать наш рисунок для этого мы наберем две воздушные петли и в арочку свяжем столбик с двумя накидами набираем одну воздушную петлю и опять вяжем в арочку столбик с двумя накидами и так мы должны связать 5 столбиков между ними одна воздушная петля вяжем одну воздушную петлю и столбик с двумя накидами воздушная петля столбик с двумя накидами воздушная петля столбик с двумя накидами когда мы свяжем 5 столбиков мы должны завершить здесь мы набирали две воздушные петли значит здесь мы закончим тоже двумя воздушными петлями набираем две воздушные петли и зацепляемся за ручку так у нас должно получиться теперь мы должны завершить край или ряд набираем цепочку 7 воздушных петель 7 и вяжем столбик с двумя накидами четвертую петлю разворачиваемся 4 вида мы связали вяжем пятый ряд для этого мы должны связать цепочку из 11 12 воздушных петель закрепляемся за ручку столбиком без накида вяжем две воздушные петли столбик с двумя накидами сюда перед столбиком двумя накидами предыдущего ряда две воздушные петли вяжем столбик с двумя накидами вяжем между двумя столбиками следующими и так мы должны между столбиками связать столбик с двумя накидами между ними две воздушные петли набираем две воздушные петли вяжем столбик с двумя накидами вот так должно у нас случится вяжем между столбиками две воздушные петли столбик с двумя накидами столбик с двумя накидами две воздушные петли вяжем столбик с двумя накидами 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 и заканчиваем веер двумя воздушными петлями последнюю арочку закрепляется у нас должно получиться 6 столбиков с двумя накидами а между ними две воздушные петли теперь мы должны завершить ряд выбираем цепочку семи воздушных петель и вяжем столбик с двумя накидами четвертую петлю разворачиваемся набираем цепочку из 11 воздушных петель закрепляемся за 1 . набираем 3 воздушные петли и теперь мы будем вязать пышные столбики пышные столбики мы будем вязать здесь мы пропустим и уже между столбиками начнем вязать здесь мы столбик издали перед столбиками пышные столбики мы будем вязать уже между столбиками здесь мы не вяжем вяжем столбик с двумя накидами но не довязываем до конца второй столбик туда же мы вяжем с двумя накидами не довязываем до конца и третий столбик мы вяжем туда же двумя накидами не довязывая до конца у нас на крючке должно получиться 4 петли теперь мы провязываем 3 петли и провязываем уже 2 в 1 уже следующую арочку мы опять вяжем пышный столбик который состоит из трех столбиков двумя накидами с общей вершиной вяжем первый столбик двумя накидами не довязываем до конца второй столбик и третий столбик двумя накидами не довязываем до конца теперь мы связываем 3 петли вместе получается у нас такая шишечка и связываем в одну так у нас должно получиться набираем 3 воздушные петли и уже в следующем вяжем опять нашу шишечку который состоит из трех столбиков двумя накидами с общей вершиной набираем 3 воздушные петли так у нас уже не вяжем 1 и и Продолжение следует... Мы провязали 5 пышных столбиков и теперь мы должны закончить тремя воздушными петлями. Зацепляемся и заканчиваем ряд из цепочки 7 воздушных петель и столбика с двумя накидами. Четвертую петлю. Разворачиваемся. Наш веерок готов. Вот из таких веерков у нас и будет состоять наша шарь. Теперь мы должны научиться распределять наши веерки и идти на расширение. Для этого мы набираем 11 воздушных петель. Зацепляемся за первую арочку столбиком без накида. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. И теперь мы будем зацепляться не здесь. Вот первый арочку мы уже зацепились. Вот она. Здесь вот пустой красноцем мы не зацепляемся. Мы будем зацепляться между двумя пышными столбиками. Вот сюда. Столбиком без накида. Вот так это должно выглядеть. Вот за первую мы зацепились. Здесь мы пропустили и между пышными столбиками. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. Зацепляемся сразу за столбиком. Опять набираем 7. Закрепляемся за пышным столбиком. Опять набираемся. Сцепляемся за пышным столбиком. Набираем 7. И теперь мы здесь не будет так. Теперь мы здесь не зацепляемся. Мы вначале это пропустили. Видите, мы здесь не зацеплялись. Здесь мы тоже пропускаем. Засепляемся сразу за последнюю арочку. И вяжем опять цепочку из 7 воздушных петель. И заканчиваем ряд столбиком 2 накидами в четвертую петлю. Теперь рассмотрим, что у нас получилось. Мы вязали арочки из 7 воздушных петель. Мы сначала закреплялись за первые. Здесь мы пропустили. Потом за каждым пышным столбиком закреплялись. И в конце мы здесь тоже пропустили. И уже зацепились за последнюю арочку. Вот так. Разворачиваемся. Набираем 11 воздушных петель. Закрепляемся за первую арочку. Теперь набираем 7 воздушных петель. Закрепляемся за следующую арочку. Теперь мы ничего не пропускаем. Набираем цепочку 7 воздушных петель. Закрепляемся за следующую арочку. И так мы должны вязать цепочки 7 воздушных петель. и закрепляемся за каждую арочку до конца ряда. Закрепляемся за следующую арочку. И так мы можем вязать цепочку 7 воздушных петель. Закрепляемся за следующую арочку. Ничего не пропускаем. Ничего не пропускаем. Закрепляемся за последнюю арочку. Закрепляемся за следующую арочку. Теперь мы должны закончить ряд. Набираем 7 воздушных петель. Вяжем столбик с двумя накидами в четвертую петлю. Разворачиваемся. Теперь мы подготовились на расширение. Будем вязать уже 2 верка. Для этого мы набираем цепочку за 11 воздушных петель. Закрепляемся за первую арочку. И уже во вторую мы будем вязать наш веерок. Вот сюда. Он выглядит как треугольничек здесь. Вот сюда мы будем вязать наш узор. Для этого мы набираем 2 воздушные петли. И вяжем столбик с двумя накидами в арочку. Вяжем одну воздушную петлю и столбик с двумя накидами в ту же арочку. Так мы должны связать пять столбиков с двумя накидами. Между ними одна воздушная петля. И закончим рисунок двумя воздушными петлями. Вот я связал пятый столбик. Вяжу 2 воздушные петли и закрепляю за арочку. Так основу для нового веера мы уже здесь провязали. Теперь набираем цепочку из семи воздушных петель. Провязываемся. Опять набираем цепочку из семи воздушных петель. Провязываемся. Закрепляемся. И что мы здесь видим? Такой же треугольничек, как и был у нас здесь в начале. Вот он. Второй с конца. Вот сюда мы будем вязать наш второй веерок. Для этого набираем две воздушные петли и вяжем в арочку столбик с двумя накидами. Теперь мы вяжем одну воздушную петлю и столбик с двумя накидами. Так мы должны связать пять столбиков с двумя накидами. Между ними воздушная петля. Между ними воздушными петлями. И закрепляемся за последнюю арочку. И завершаем ряд. Цепочка семи воздушных петель и столбик с двумя накидами в четвертую петлю. Разворачиваемся. Теперь мы рассмотрим, что у нас получилось на данный момент. Мы видим, где мы будем вязать наши веерки. Вот они. Между ними здесь у нас три арочки. В следующем ряду у нас останется две. Начало ряда цепочка из одиннадцати петель. Конец ряда из семи и столбика с двумя накидами. Рисунок вяжем, как мы вязали здесь. Теперь мы будем вязать столбик с двумя накидами. Между ними две воздушные петли. Во втором ряду у нас должно получиться шесть столбиков. Здесь у нас пять. Во втором должно получиться шесть. В третьем ряду нашего рисунка должно получиться пять пышных столбиков. Вяжем. Ну вот, я провязала. Теперь мы должны провязать два ряда на расширение. Набираем цепочку из одиннадцати воздушных петель. Закрепляемся за ручку. Теперь набираем цепочку из семи воздушных петель. Здесь мы закрепились. Здесь мы пропускаем. И закрепляемся за первый пышный столбик. Как мы делали здесь. Вот так у нас должен получиться. Набираем цепочку из семи воздушных петель. И закрепляемся за столбиком. И так продолжаем вязать цепочки из семи воздушных петель. и закрепляемся за столбиками. Здесь мы пропускаем и закрепляемся здесь. Чтобы не путаться перед пышным столбиком и в конце мы не закрепляемся. Здесь мы не закрепились. Смотрите. Не закрепились. И вот здесь мы тоже не будем закрепляться. Пропустим эти два свободных пространства. Покажу еще. Сейчас мы должны вязать и закрепляться за каждый пышный столбик. Закрепляемся за каждый пышный столбик. Здесь мы пропускаем. Закрепляемся за последнюю арочку. И опять набираем цепочку из семи воздушных петель. Заканчиваем ряд столбиками двумя накидами четвертую петлю. Теперь мы провяжем ряд из цепочек, которые состоят из семи воздушных петель в каждую арочку. Уже ничего не пропускаем. Ну вот я связала. Третий ряд нашего узора пойдет во вторую арочку, потом три арочки из семи воздушных петель, веерок, опять три арочки, веерок и заканчиваем ряд. Я надеюсь, что я сумела рассказать и показать, как вяжется такой красивый узор для шарня. Что еще хочу я вам рассказать. Этот узор очень хорошо идет на расширение, поэтому этот узор можно будет использовать, если вы захотите связать бактус. Также хочу показать вам, как этот узор выглядит на другой пряже. Я связала образец из более тоненькой ниточки. Это пряжа золотой коллекции на 50 грамм 150 метров. И тоже будет выглядеть этот узор очень красиво, ажурно, воздушно. Вот я связала с тоненькой полушерстяной ниточкой. Alize Angora Gold на 100 грамм 500 метров. И тоже этот узор будет выглядеть очень красиво, воздушно, нежно. И эти шали я вязала из пряжи милые по германской технологии на 50 грамм 150 метров. Посмотрите, как великолепно получается. Какую бы вы пряжу не взяли бы, более плотненькую или тоненькую, этот узор будет выглядеть хорошо. Я надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. И у вас все получится. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok